Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане выравнивается. Как заявил заместитель министра здравоохранения Нурбулот Усинбаев, число выздоровевших людей увеличивается. Это позволяет медикам сделать вывод, что страна достигла пика коронавируса. Тем не менее, режим чрезвычайного положения по-прежнему сохраняется и будет действовать во время священного месяца Рамазан. Все подробности в материале Бахыта Чермашева. Священный месяц Рамазан кыргызстанцы проведут дома. Ситуация с COVID-19 улучшается, но власти страны пока не готовы пустить граждан в мечети. Чтобы избежать массового скопления людей, еще в конце марта в республике были отменены пятничные намазы. Как говорят в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, все обряды, в том числе связанные с наступлением ОРОЗО, временно ограничиваются. Мы должны обязательно соблюдать режим карантин. То есть, особенность в этом месяце, в этом году, то есть в 2020 году у нас, мы будем, иншаллах, держать ОРОЗО вместе с семьей. И будем разговения, то есть ифтар, тоже, иншаллах, в домах. По последним данным, в Кыргызстане зафиксирован 631 больной коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 19 инфицированных. Но, как подчеркивает в Министерстве здравоохранения, 302 человека уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми. Именно тот факт, что число выздоровевших людей стало преобладать над новыми случаями заражения, дает медикам основания заявлять, что страна достигла пика заболеваемости COVID-19. Я думаю, что введение карантинных ограничительных мер, они дали тоже свои результаты, потому что добились пространственного разобщения. И если бы нам бы всем еще и социальное дистанцирование при этом соблюдать, то, я думаю, результат закрепится, и мы быстрее вернемся в штатный режим. Новые случаи инфицирования зафиксированы среди тех, кто ранее контактировал с больными, и тех, кто только вернулся в Кыргызстан из-за рубежа, в частности, Турции и России. Правительство по-прежнему возвращает в страну граждан, которые не могли вернуться на родину из-за отмены международного авиасообщения. Но, как заявляют врачи, теперь они точно знают, как определять инфицированных и обезопасить окружающих. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.